Услышав звук сигнальной сирены или увидев свет проблесковых маячков спецтранспорта, большинство из нас проявляет далеко не праздное любопытство. Каждый с тревогой думает о том, выключил ли с утра утюг и хорошо ли чувствуют себя близкие и друзья. Такая реакция вполне объяснима и логична, а вот поведение людей порой вызывает множество вопросов. Как показывает статистика, как показывает практика прошлых лет, что у нас люди либо не знают, либо отказываются соблюдать правила дорожного движения в части предоставления автомобилям оперативного назначения, которые движутся с проблесковыми маячками красного или красного и синего цвета. Мы напомним, что если вы водитель, если вы пешеход и вы видите, что движется автомобиль с проблесковыми маячками красного и синего цвета, вы обязаны стоять, никакого движения, если на автомобиле принять вправо-влево, где есть какая возможность, и предоставить беспрепятственного проезда данному автомобилю. Что касается автомобиля с проблесковыми маячками с синего цвета и включенной звуковой сигнализацией, в этом случае водитель должен предоставить преимущество в движении данного автомобиля. Другая, не менее существенная проблема, с которой сталкиваются сотрудники спасательных и правоохранительных служб, а также скорой помощи, это большое скопление колоритно припаркованных автомобилей во дворах. Притом, зачастую дело не в количестве машин, а именно в качестве их парковки. Аккуратностью и грамотностью могут похвастаться далеко не все водители. Оброшенный практически посреди проезжей части железный конь – серьезное препятствие. Убедиться в этом нашей съемочной группе удалось, приняв участие в специальном рейде сотрудников МЧС. Мы с этой целью и проводили данное мероприятие, чтобы обратить внимание граждан города Бреста именно на проблему парковки транспортных средств во дворах. Конечно, все хотят, чтобы машина была рядом, чтобы вышла с подъезда и сел, и поехал. Но нужно понимать, что кому-то нужна помощь, кто-то в ней нуждается в такой степени, что ему каждая секунда длится в вечности. Я думаю, что многие задумаются и сделают соответствующие выводы для себя. Хочется напомнить еще и о том, что звуковые сигналы и маячки используются сотрудниками службы быстрого реагирования только в экстренных ситуациях, когда даже десятая доля секунды может спасти счета жизни. Так не стоит ли помочь им в этом нелегком деле?